На этой неделе в районной администрации прошло совещание, на котором были подведены итоги санитарно-эпидемиологического благополучия в Славянском районе в 2016 году. Какая эпид-обстановка сложилась в муниципалитете и каковы прогнозы на год нынешний, расскажут мои коллеги. Вопросы обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Славянского района стоят на особом контроле. При главе создана и работает санитарно-противоэпидемиологическая комиссия, на заседаниях которой рассматриваются вопросы санитарно-эпидемиологической обстановки, профилактики инфекционных заболеваний, обеспечения населения качественной питьевой водой, проведения вакцинопрофилактики и многое другое. Санитарно-эпидемиологическая обстановка в районе формируется совместной нашей работой всех, значит, трех потребнодзоров, главами всех населений, коммунальных служб, отраслей здравоохранения, образования, предприятий. Мы все стараемся с вами сохранить нашу среду обитания безопасной, комфортной для проживания. В целом, эпидемиологическая обстановка на территории Славянского района, еще раз повторюсь, благодаря нашей совместной работе, она сегодня благополучная. Одним из главных показателей санитарного благополучия нашего района является состояние здоровья населения, отметил начальник территориального отдела Роспотребнадзора в Славянском, Красноармейском и Калининском районах Сергей Смоловский. Он доложил, что в районе снижены показатели заболеваемости по ряду инфекционных болезней. Проводимая иммунизация населения в рамках национального календаря профилактических прививок позволила добиться отсутствия заболеваемости опасными острыми вирусными заболеваниями. Но на протяжении последних пяти лет в районе отмечался рост заболеваемости острыми кишечными инфекциями. Острые кишечные инфекции в структуре инфекционных заболеваний первое место занимают и составляют 32,3%. То есть каждый третий случай инфекционных заболеваний приходится на острые кишечные инфекции. Рост заболеваемости острыми кишечными инфекциями в районе отмечался на протяжении последних пяти лет. В отчетном году зарегистрировано 381 случай, показатель 311,9 на 100 тысяч населения. Но есть и проблемные моменты, влияющие на санитарно-эпидемиологическое благополучие территории, решать которые нужно незамедлительно. Это рекультивация городского полигона твёрдых бытовых отходов в связи с планами по застройке жильём юго-западного микрорайона города, а также обеспечение качественной питьевой водой жителей Очуевского сельского поселения, где находится детский лагерь «Ровесник». Как доложил заместитель главы района по вопросам ЖКХ Александр Берсинёв, в текущем году эти вопросы будут решаться в плановом порядке. От качества питьевой воды, своевременной вакцинации и правильного питания, от выполнения всех этих требований, зависит улучшение санэпидобстановки в районе, сохранение здоровья населения и увеличение продолжительности жизни. Надежда Калинина, Александр Косицын, программа «События».